Главным вопросом, который мы сегодня рассматриваем, это подготовка к новому учебному сезону всех школьных учреждений. Соответственно, должны быть проинформированы и в обычном порядке, и через средства массовой информации, почему мы сегодня приглашали и учащиеся, и родители о том, что требуется особенно внимательно подойти к тому, чтобы начало года, переход с каникул на учебный год прошел, так скажем, ну и в дальнейшем, естественно, был бы непроблемный, не дай бог, без ДЖП. Было столкновение, в результате которого два ДТП, два человека погибли, и два ребенка пострадали, и с другого транспортного средства также в ДЖП получили ранение. Дороги Белоскопа, спасибо за демократные разметки. Хотелось отметить, что ДЖП зашел в 9 часов 20 минут, и при объезде, значит, я выехал на полустречного движения, и совершил столкновение со встречной конструкции средствами. Дорога регионального значения от поселка Котельский в сторону Петербурга. Первый вопрос о подготовке уличной дорожной сети к осеннему периоду. О нанесении горизонтальной дорожной разметки 1 сентября. Вторым вопросом мы рассмотрим о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, в частности обеспечения безопасности дорожного движения, это традиционный ежедневный вопрос. Третьим вопросом подведения промежуточных итогов по обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах в рамках месячника, внимание, о переездах. В текущем году было проведено ремонт асфальтобетонного покрытия Криковское шоссе, участок от Кольца до дома Криковское 14, ремонт улицы Театральной. В данный момент идет ремонт улицы Иваново, участок от Карла Марца, до улицы Октябрьской, большая часть работа завершена, и осталось, как бы говоря, асфальтобетонное покрытие сделать. Примок улицы Октябрьская, от перекрестка с улицы Иваново до перекрестка с проспектом Карла Марца. По ямочному ремонту в этом году за летний период мы сделали общей сложности 1740 квадратных метров ямочного ремонта по всей улично-дорожной сети города. Также сделана заделка трещин в асфальтобетонном покрытии 2,5 километра на улице Жукова и на улице Большой Советки. Нанесение дорожной разметки в этом году мы заключили контракт на 750 тысяч, полностью сумма, которая нам выделена. Большая часть освоена. Сейчас только планируется нанесение дорожной разметки на участке Криковского шоссе, которого сделали в этом году от Кольца до Криковского шоссе, 14 дома, около школ, пешковные переходы. Общей площадью 1640 квадратных метров, практически все школы города. Когда у нас есть последний раз, не знаю, нужна одна. Смотри, у нас было три контракта. В целом, у меня есть одна мощная жизнь. Не помню, там арка каким подписана, 10, наверное, июня. А сроки они были обязательствами? Три месяца. Перед окончанием срока, естественно, будем смотреть. Фирма-подрядчики, если она осталась на месте, никуда не спалилась, просто что может возникнуть такой вопрос, что гарантийные силы обязательства скидет, правильно? Чтобы та фирма устанавливала уже нанесение двухлопередия будет возможность, как это будет принудить или нет. Просто мы потом перейдем в зимний период, как это в основном бывает, когда износ сверхнормативной резонарной разметки будет быть на месте. То есть требуемой нормы безопасности. По каким? Требуемом госток. Четвертая школа, кстати, по списке. Четвертая школа. У нас не только одна школа. Те школы, которые непосредственно находятся, непосредственно визы, мы считаем. Не четвертая школа возьму, не полилеевская школа не подпадает под это. Не кокейская, не пятая подпадает в улице химиков. Просто ряд таких моментов, это устройство пешеходных переходов, на такие исследования детей в школу, ее образовательные учреждения. Хотелось бы отметить, что данные пешеходные переходы должны быть оборудованы соответствующими дорожными знаками на подходах и на самом пешеходном переходе. То есть дорожный знак, все это, хотя мы, вот за зеленый свет. Хотелось бы отметить, что в этом году непосредственно с руку заказчика сделан большой объем, и у многих школ данные дорожные знаки заменены. Но остается ряд моментов, которые необходимо еще сделать. Также не у всех школ можете обращать внимание, это ограждение перейного типа. Соответственно, химиковый гост предусматривает 50 метров в каждую сторону, регулируя пешеходные переходы. Также предусматривает искусственные неровности непосредственно перед пешеходными переходами, либо монолитными на пешеходном переходе. Ну и хотелось бы отметить, это стокор Т7, это небольшой стационарный стокор, чтобы все понимали, а индукционный сигнал, который попеременно ведает, либо один сигнал, либо два источника света, это он служит для приучения внимания и участника дорожного движения. Хотелось бы отметить, что в январе 2014 года в объекте эксплуатацию это Каркольская школа-школа в поселке Искуга, Квартон-Ренковый банк. Данный объект не предусмотрен нормой безопасности участников дорожного движения и исследований данного объекта. Хотелось бы отметить, что отсутствуют пешеходные дорожки, тротуары, пешеходные переходы и стационарные спусты на освещение. Ширина данного проезда к школе составляет от 3 до 4 метра. От домов, которые последние построены, по-моему, у вас 8 дом, РЖД строила, да, у вас 8 дом, как раз, оттуда даже отсутствует обустроенная пешеходная дорожка либо тротуала. У нас дети проживут на гостерных домах, они вообще нигде не пересекают никакую туда же участие, когда идут в школу. Тем не менее, значит, у нас выход в частный сектор с пешеходным переходом оборудован. Ну, вот, с этим, как полагается, с вот этим, и совсем прочим. Хотя, в принципе, ну, там, правда, он ходит, у нас где-то в школу, взрослый на ход. Но вот пешеходный переход стоит так, что он как-то на такую странную дорожку идёт. Установка вообще этого знака. У нас это есть дороги федерального значения, регионального значения и местного значения. То есть, дороги федерального значения это федеральный орган обслуживающий. Я должен также отметить, что устроить заряд объектов на путь исследования и не предусматривать. Мы вводим даже в шестую школу от Рикорского шоссе до дома 31В в институт стационарного искусственного освещения. Просто так, какие-то иные вещи. Вот на этот год выделили на 750 тысяч. Это мы выполнили. Вот сейчас закончена работа, это примерно на 80% от необходимого количества краски. У нас стоит улица Октябрьская, которая выполнена, и участок, который в районе Крылова. Там сейчас контракт заключен, когда закончится строительство. Так, что, получается, нужно делать очень большой объезд для того, чтобы повернуть, ну, я не водитель, да, для того, чтобы повернуть налево, нужно сделать поворот направо, и получается там мост развернуться аж за мостом. Вот мне, я когда обратилась, мне сказали, что, в принципе, надо сверить с проектом. Дорога не моя, вот можно как-то проверить, там правильно сделана разметка? Ну, так я задаю вопрос, вы как бы в деревне Домашово на Перевестке. Проверить можно? На нашей? Нет, на нашей справке. Получается, Домашово проверено. Там получается выезд из Палилеева до Машово, Перекресток, и дорога районная переходит в региональную дорогу. Перекресток с региональной? Ну, наносилась разметка на дороги вашей. На нашей? Моей, но вашей, да. И вот появилась эта разметка. Какое сфорное завершение там? 1 сентября. Или 30 августа там стоит. 1 сентября там должны быть закончены работы. А вообще как по работам? По работам боковые камни поставлены, фрезерованная скала с асфальтированием. Асфальтировать, ну, дня три. По графику они укладываются. Если срывок не будет, то они должны уложиться. Что касается подготовки детей, у нас сейчас первые беседы, так скажем, по напоминанию правил дорожной безопасности будут проведены во время предварительных сборов накануне учебного года. Это 30-31. У нас у кого-то 28-29, в основном встречи с детьми. И затем у нас 1-2 сентября в рамках месячника безопасности дорожного движения, который у нас и там декады, является всегда. Все эти мероприятия будут проведены с записями в журналах, на родительских собраниях. Будут возобновлены и размещены в дневниках маршруты безопасного движения детей в школу. Это то, что касается, так скажем, напоминания исполнения везде правил дорожной безопасности. Это отражающие значения. У всех школьников, у воспитанных детских дошкольных учреждений, они есть. А первоклассникам они будут выданы в рамках подарка губернатора первоклассника. Мы все получили, это мы все вынуждены. Что касается транспорта, у нас осуществляют доставку школьников 6 автобусов, 5 вообще образовательных учреждений, сельских. Они готовы. Согласованы с ГИБДД, будут в настоящий момент согласовываться с маршрутом движения. Все наши автобусы соответствуют техническому регламенту. Они оснащены системой ГЛОНАСС, оснащены тахографами, заключены договоры на обслуживание этих систем. И буквально в конце месяца, буквально там уже 1-2 сентября, мы получаем 3 новых автобуса. Для Крахольской школы, для Котельской школы замена идет автобусов, в которых срок годности и стекла мы получаем новые. И приобретаем новый автобус, его получат в Огородской школе номер 1. Потому что у нас там в Законе детки обучаются. Это вот новый автобус. Мы выйдем с ГИБДД, чтобы там маршруты, прочее-прочее, гаражное хозяйство. Возможно ли рассмотреть вопрос о привлечении наших специалистов? Может быть, на общешкольных каких-то? Мы всегда с вами с вами. Это Мария или сейчас кто-то поменялся, да, специалисты? И, к сожалению, я думаю, что связь где-то потерялась. Работать без вопросов. Ставить видеорегистратор на то, если на эти планы. Ну, во-первых, мы еще приступим к учебному процессу. Поищем денежку минимальную. На следующий год. Но ее нужно найти, конечно, мы все это сделаем. Ну, как-то, ну, планы, идица, пожалуйста. Да, конечно. Подведение промежуточных итогов по обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах. На сети железнодорог в период с 1.08.15 с 1.08.15 по 1.09.15 компания делала месячник под розыгрышом внимания переезда. Обусловлено это тем, что за 7 месяцев 2015 года на железнодорожных переездах к Октябрьской дороге допущено 21 ДТП. Это на 11 случаев превышает аналогичный период прошлого года. Количество пострадавших в течение 2015 года 48 человек, погибших 6. За прошлый год по Санкт-Петербург-Витебскому территориальному управлению допущено 9 ДТП. 2 человека со смертельным исходом. Разбито 8 автотранспортных средств. Подрождено 10 аккумуляторов. За 7 месяцев 2015 года было допущено 7 ДТП 3 человека со смертельным исходом. Разбито 9 автотранспортных средств. 6 автомотивов поближдены. Все ДТП происходили по вине водителя автотранспортных средств. Поэтому особое внимание в рамках месячника будет уделяться в осъяснительной работе с водительским составом. По мероприятию внимание переезд на 28 переездах не сельской дистанции пути проведены беседы с водителями автотранспортных средств по соблюдению правил проезда через железнодорожные переезда. Охвачено 874 человека. Выгодно 874 памятки по недопущению случаев нарушения в зоне железнодорожных переездах. В местной рейде по информированию водителей работа ведется через СМИ. В рамках акции решаются вопросы по ликвидации ямочного ремонта на железнодорожных переездах и проведения обустройства инфраструктуры в надлежащее состояние. 1.09 у нас в компании это будет заканчиваться. Но дистанция пути работала и раньше в этом направлении, и работы освобивать не будет. Надо всегда участвовать на сортаже водителя, в разъяснении, в последствии. Возможно, даже с какими-то видеоматериалами, чтобы человек наглядно видел, на что это потом похоже. Реальные видеосъемки, как наши водители, нарушение всего перед самыми локомотивами пытаются выскочить на переезд, езжая с шатбалом. Есть пара мотоциклистов, за которыми, честно говоря, пока мы ведем охоту, я думаю, мы их до конца сезона поймаемся с гос номерами. Это в районе порта. Господа у нас обожают прыгать, пересекать переезд перед приближающимся локомотивом и прыгать через поднятые плитки в зону. К сожалению, пока гос номер этих мотоциклистов не определен, но работа ведется, и думаю, что логический конец этих товарищей будет обозначен. на некоторых локомотивах на сегодняшний день они оборудуются видеокамерами, камера пишет с цифрическим плациклом. Не все, но некоторые локомотивы уже на сегодня оборудуются. Переезды тоже не все оборудуются? Переезды не все оборудуются в Ласовском районе по переездам. Там процентов на 70 работает видеосистема наблюдения и камеры достаточного качества, чтобы распознать гос номер машины и марку машины. К сожалению, Кингисепти и Салцевти район пока у нас не охвачены. Тут есть установлены видеокамеры, но, скажем так, это видеокамеры, когда наши исполнители, дорожные мастера, бригадиры пути, начальники участков ставят видеорегистраторы, фактически как в машине предстоит у обычного обывателя, устанавливаются на окне на посту и через такие средства мы тоже ведем наблюдения и борьбу с нарушением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok